В ближайшие 5 минут все самые заметные новости о недобросовестной работе в сфере ЖКХ Края. Здравствуйте, это программа Коммунальный патруль, меня зовут Кирилл Политов. Коротко о главных темах выпуска. И лает, и кусает. Почему барнаульцы боятся выходить на улицу? Закопали раскопки. Как долго пришлось ждать решения дорожной проблемы? Первый шаг навстречу мусорной реформе сделан. Почему в Бийске юридические лица должны заключить договоры с региональным оператором до 1 января? Жители одного из районов Барнаула с недавних пор живут в страхе. Уверяют, выйти на улицы теперь не просто страшно, а порой смертельно опасно. Причина – бездомные собаки, которых развелось слишком много. Животные объединились в стае и нередко пытаются напасть на людей, как это случилось с нашей следующей героиней. Очень много бегает собак. Они здесь на парковке на щуторе, здесь подкармливают, они как бы охраняют. Но иногда идешь, и вот так, когда темно, они вылетают, начинают лаять. Обычная прогулка от остановки до дома превратилась для Алены в настоящий кошмар. Вот в этом месте, когда оставалось дойти лишь несколько метров, на нее бросилась собака. Благо обошлось, девушке удалось увернуться и убежать. Территорию рядом со стадионом «Кристалл» местные уже давно стараются обходить стороной. Все началось с того, что кто-то соорудил здесь несколько будок для бездомных собак. Потом сюда стали приносить еду. В результате собаки сбились в стаю. Ходить мимо опасно, уверяет Алена. Здесь рядом находится школа 80-я, гимназия 80-я. Дети часто ходят оттуда одни домой. Собаки бегают, они боятся, бывают просто встанут и не знают, как им пройти, потому что им страшно. Собаки иногда начинают перелаиваться между другом, то есть могут даже не кидаться, ничего. Но дети начинают бояться, и мы беспокоимся за детей. На очереди рубрика «Постфактум». Центральной темой станут раскопки на пересечении Барнаульских улиц с Малаховой и Балтийской. Долгое время, очень долгое время, там можно было снимать один из эпизодов для фильмов про Вторую мировую. Дождались именно так, говорят жители, вот про это минное поле. Закопали буквально на днях. До этого была разруха, история длилась с лета. Как уверяли инициативные горожане, коммунальщики под землей тянули новые трубы к новому микрорайону. Вот только процесс, возмущались они, явно затянулся. Именно в этом месте, где и произошли раскопки, проложена дорога. Отсюда неудобства для водителей. Для пешеходов тоже свои минусы. До остановки вынуждены были пробираться по разрытым катакомбам. Вечерние часы еще и с риском для жизни. Если это бросили все на зиму и будут делать только весной, что будет с нашим асфальтом? Вот видите, машина пошла, да? Она пошла на Балтийскую, через двор, через школу, проход и выйдет уже вон там за Балтийской 2. Это очень неудобно и жильцам, потому что наш поток машины, он увеличился в 4 раза. И именно по этому проезду по нашим дворам, где бегают наши дети. Финал теперь близок. Осталось дождаться нового асфальта. Согласно букве закона, в подобных случаях былой вид территории должны возвращать все те же мастера, что и устроили раскопки. Вот, видимо, и возвращают. Перемещаемся в Бийск. Там уже полтора месяца, как начал работу, региональный оператор. Эта структура сейчас занимается вывозом твердобытовых, как говорят эксперты. Первые шаги к новой мусорной реформе сделаны. Какими будут следующие, знают наши коллеги из Наукограда. Очень важный и ответственный шаг в деятельности регионального оператора – заключение договоров с юридическими лицами. Эта процедура в полном объеме должна быть завершена не позднее 1 января 2019 года. С 1 ноября у нас заработал рекоператор. Они должны на 01.01.2019 года все юридические лица заключить договор с региональным оператором на основании того, что не платит экологический сбор. А 4-й, 5-й класс опасности на сегодняшний момент входит в деятельность регионального оператора. Эту услугу больше никто не имеет права оказывать. И на полигон завозить только региональный оператор. Этот вид таково. На заключение договоров юридических лесбийска осталось 2,5 недели. Напомним, что после Нового года никто, кроме регионального оператора, не будет иметь права сбора и вывоза мусора на полигон захоронения ТБО. Еще один острый момент – персональные контейнеры в частном секторе. В свое время домовладельцы приобретали их за свои средства и теперь не понимают, почему им прилагают ходить к общему месту бестарного сбора ТКО, неудобное для них время на прилично удаленное расстояние. Впрочем, проблема со временем может оказаться вполне решаемой. Телефон – факт бездействия коммунальных служб или у вас есть история для новой серии нашей программы. До новых встреч. Не пропустите.